Я краснею, хоть и считается мультфильмом, который рассказывает историю лишь о девочке Мэй Ли, немаловажную роль в сюжете играет и её мама. Сегодня я предлагаю разобрать её характер, мотивы и понять, насколько она была проблемной в детстве, ведь не зря же становилась она такой большой пандой. Также постараемся понять, откуда шрам у бабушки Мэй, и насколько опасна была панда Мин Ли, то есть мама Мэй, когда она была в юности. Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня покажу полный разбор персонажа Мин Ли, мамы главной героини из мультфильма Я краснею. Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, что если вы житель СРФ, пожалуйста, не забывайте перед просмотром видео включать VPN. Таким образом вы поддержите мой канал. Спасибо. Начиная рассказывать вам про персонажа, я не могу не выделить то, насколько до Миши режиссёр данного мультфильма старалась передать каждому герою свой характер, свои амбиции и мотивы. Наверное, это один из немногих мультфильмов, где даже второстепенные персонажи имеют настолько много деталей в характере. Мин Ли кажется лишь нам второстепенным персонажем и просто злюкой мамой, но на самом деле режиссёр просто показывает её качество не на поверхности, в этом стоит разобраться. Мин Ли, мама главной героини Мэй Ли, является очень строгой, крайне дисциплинированной, очень хозяйственной женщиной. У неё каждая минута в дне расписана, можно сказать, на блокноте. Но главное, что она делает на протяжении всего мультфильма, так это то, что она и шагу не даёт вступить своей дочери самостоятельно. Она якобы оберегает её и думает, что это правильно, но на самом деле забывает о личном пространстве дочери и даже переступает многие границы. Мэй Ли довольно спокойная девочка, я бы сказал даже, она снисходительна к поведению своей мамы. Она адаптировалась уже под постоянный контроль и проверки, и вполне хорошо с этим справлялась. Главная её ошибка, что она пыталась соответствовать образу идеальной дочери, когда надо было с мамой провести беседу и объяснить, что у неё тоже есть личное пространство, и что порой она хочет провести время без неё. Мэй не хватило духу сказать что-то поперёк своей матери. От этого потом Мин Ли потом много раз удивлялась поведению своей дочери, когда та себя вела кардинально иначе от того, что видела мама, не понимая, почему она так себя ведёт. До Миши режиссёр мультфильма во многом черпала историю Мэй и Мин из своей жизни. У неё также в детстве были проблемы с мамой, и был трудный переходный возраст, о чём она говорила на интервью. Наверное, поэтому отношения мамы и дочери настолько тесно связаны во всём мультфильме. Ну а давайте перейдём к детству матери, и поймём, насколько та была проблемным ребёнком, и что она могла учудить. Вы думаете, просто так Мин усилила контроль над Мэй, узнав про силы волшебства и превращение в панду? Она старалась уберечь её от всего буквально, ибо у самой контролировать панду не вышло. Но давайте для начала поймём, почему Мин Ли в образе панды была настолько огромной. Она была прям настоящим монстром. Я уже сравнивал её с Кинг-Конгом и Годзиллой. Когда Мин превратилась в панду, мы заметили, насколько она огромная. Она превышает размер Мэй и других панды своей семьи. Но почему так вышло? Всё дело в её ярости. Как мы помним, когда Мэй Ли злилась или переживала, она могла стать пандой. Вообще, когда её окутывали эмоции, она превращалась в мохнатого зверя. Но её размеры были примерно такие же, как и у тётушек и у бабушки. Она не была прям суперогромной. Как бы её не доводили, или как бы она не старалась. Вспомним историю дальней родственницы Мэй. Она была тоже обычного размера, по легенде. Ну, 2-3 метра ростом. Не огромной. Её дар служил защитой, так как мужчин не было. И вот как раз тогда, когда шли сражения, мы видим, насколько она могла быть огромной. Её размеры были настолько велики, что она могла накрывать целые войска. Получается, от эмоциональной агрессии зависит и рост панды. Она бывает то маленькой, то большой. А вот в конце, когда Мэй встречается со своей родственницей в образе панды, мы снова видим её обычные размеры, ну 2-3 метра. Получается, что мама не могла контролировать свою ярость. Поэтому при агрессии её могло настолько сильно будоражить чувство злобы, что она становилась настолько огромной пандой. Получается, можно сказать проще, что от агрессии растёт и размер самой панды. Но так было не всегда. Мин, уверен, была намного меньше в годы своей юности, когда перевоплощение в панду было впервые у неё. В дальнейшем, видимо, были ситуации, в которых она выросла. Но из рассказа отца мы знаем, что лишь однажды Мин выпускала свою панду. Как в отношении Мэй и Мин, точно так же в отношении Мин и её мамы. Мы помним, что её мама, мама Мин, была очень строгой. При каждой сцене пересечения мамы и бабушки, мы видим, как маме неудобно находиться рядом с ней. А в конце мультфильма бабушка и вовсе говорит, что наступил момент, когда панда разлучила их. Получается, что для перевоплощения в панду Мин и её мама были довольно близки. Но потом, помимо перевоплощения, переходного возраста и всего того, что было у Мэй, стал остро стоять вопрос и в отце. Бабушка Мэй не хотела принимать его. У них даже была ссора, которая послужила, скорее всего, и её превращению. Ну, то есть, превращению матери. Поэтому, как мне кажется, ситуация у Мин с превращением в панду и с отношениями, и с мамой, были намного хуже, чем у Мэй и с её просто переходным возрастом. Матушка. Привет, бабушка. Также нам не рассказывают, откуда у бабушки Мэй появился шрам, просто ему не уделяют никакое внимание в мультфильме. Но самые внимательные его заметили и предположили, что как раз этот шрам мог появиться при сражении двух панд, когда Мин не разрушила чуть храм. Поэтому до сих пор, будучи уже взрослой женщиной, у неё всё равно есть небольшое совестливое состояние, я бы сказал. Она слушает покорно маму во всём, видимо, чувствует себя виноватой за прошлые моменты. Но опять же таки, это только личное мнение, мне так показалось, когда я посмотрел два раза мультфильм. Теперь, конечно же, можем обсудить финал мультфильма, когда мама сражалась против дочери на стадионе группы. Могла ли Мэй быть настолько же огромной, как и сама Мин? Если что, по сути, лишь от ярости зависит размеры пушистого зверя. Нет. Несмотря на то, что Мэй способна на агрессию, это мы могли видеть, когда она чуть не сожрала Тайлера, у неё тогда покраснели глаза, это было видно. На самом деле, с самой мамой она не была агрессивной. Да, она превратилась в панду из эмоционального выплеска, но сказать, что она была настроена прям агрессивно, нет. Даже по её цвету глаз было понятно, что она была совершенно обычна. А вот напротив, её мама, Мин, как раз была в полной ярости. Поэтому, увы, как бы не хотела Мэй вырасти до размеров мамы, у неё бы это не вышло без серьёзного эмоционального подъёма, которого, конечно же, не было. Я больше не твоя маленькая Мэй-Мэй, я соврала, мама! Что? Как говорит сама режиссёр мультфильма, до Миши они планировали сделать финальный бой между двумя большими пандами. Но поняли, во-первых, что их появление будет иметь разрушительную мощь, и по итогу одним стадионом явно не обойдётся. Придётся показывать, как обе шагают, сражаются и рушат полгорода. Ну и решили отказаться от такой идеи, чтобы дочка не сражалась наравне с матерью. Мин реально очень контрольная женщина, если можно так сказать. У неё должно быть всё по полочкам и всё так, как она скажет. У неё довольно тяжёлый характер, и она крайне вспыльчивая. Но при этом её мотивы неплохие. Она просто таким образом неверно пытается обезопасить Мэй. На деле же она её очень любит, и явно не желает своей дочке ничего плохого. Мне кажется, поэтому папа Мэй такой молчаливый и скромный. Такой женщиной лучше быть чуть скромнее. Специально, ребята, хотел сделать такой выпуск без простых категорий в плане характера, внешности, а хотел копнуть поглубже и показать Мин не просто как второстепенного персонажа, а как основную линию сценария мультфильма. Рассказать, кем она была в действительности, и насколько же всё-таки проделана большая работа в проработке такого персонажа. Для меня лично больше всего в мультфильме в эмоциональном плане цепляла Мин. Настолько ей показали неоднозначный характер, её поведение часто просто бесило меня во время просмотра. А это значит, что герой проработан правильно, раз может в зрителе давать такие эмоции, ну, которые он давал мне. Кстати, если будете смотреть мультфильм, особенно уделите внимание финалу и моменту детства Мин. Все эти переживания очень хорошо переданы и показаны, когда она была ещё ребёнком. Эта сцена показана очень хорошо, показана очень взросло, и действительно должна вас, можно сказать, зацепить. Достойная сцена, без неё мультфильм выглядел бы как-то бледно. Наверное, я сказал бы даже так, Мин не раскрылась бы в мультфильме без этой сцены, поэтому она очень важна. Если вам понравилось видео, то не забывайте про лайки и комментарии, они помогают в выходе новых видео. И также, ребята, не забывайте о том, что у нас есть и другие соцсети. Чаще посещайте Яндекс.Дзен, заходите на Бусти, там же есть эксклюзивный контент для подписчиков, мне будет приятно. Также, ребята, у меня есть два канала. На одном я делаю разбор кино и сериалов, а на втором прохожу игры Диснея. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну вот и всё, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok